Темой этой недели стал визит в столицу региона полномоченного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. В рамках рабочей поездки полпред посетил объекты инфраструктуры, а также провел совещание, посвященное финансовой ситуации в регионе и исполнению майских указов президента. Ненецкий округ – один из первых субъектов Российской Федерации, который Николай Цуканов посетил в новой для себя должности. Свой первый визит в должности полномоченного представителя президента Российской Федерации Николай Цуканов начал со встречи с главой региона Игорем Кошиным. Вы знаете, что президент поручил заниматься Северо-Западным округом. Для меня эта работа хоть и новая, но с другой стороны опыт губернатора в Калининградской области, непростой области, тоже, наверное, дает мне возможность понимать особенности работы моих коллег, партнеров. Сегодня, конечно же, президент ставит конкретные задачи. Прежде всего, они связаны с выполнением указов президента. Я знаю, что почти все указы исполняют. Есть некоторые нюансы, но я уверен, что до конца года вы сможете их до конца исполнить. Особое внимание, по мнению Николая Цуканова, следует уделить подготовке и началу отопительного сезона в регионе. Эта услуга, по словам Полпреда, должна быть качественной. В целом, к отопительному сезону мы в сентябре будем готовы уже полностью. Очень здорово, вы имеете огромный опыт на губернаторском посту, поэтому знаете изнутри всю эту работу, знаете и сложности, и те резервы, которые существуют практически в каждом субъекте. Поэтому, надеемся, с вашей помощью будем реализовывать все поставленные задачи. Вопросы жилищно-коммунальной сферы региона Полпред начал изучать в строящемся квартале на авиаторов. По темпу ввода жилья Ненецкий округ на фоне других субъектов числится в регионах-лидерах. В 2015 году в округе построено более 43 тысяч квадратных метров жилья. За первое полугодие 2016-го в строю введено уже порядка 6,5 тысяч. В ходе осмотра вице-губернатор Алексей Кайдалов рассказал о количестве сданных квартир, в которых уже живут жители региона. Шесть зданий построено, введено в эксплуатацию, всего 540 квартир. 320 квартир были выделены под социальную, так называемую очередь, 220 под расселение верховаренного жилья. Плюс здесь часть квартир мы отдали в своя очередь для многодетных. Интерес Николая Цуканова вызвали и технологии строительства, и планы по развитию инфраструктуры района. Особое внимание представитель президента обратил на строящуюся школу и детский сад. Строительство дошкольного учреждения на 220 мест уже идет полным ходом. Срок окончания у нас к сентябрю 18-го. Какого года? 18-го. Вы успеете построить? А технология какая? Из чего вы ее строите? 18-го. Сборная монолитная. А сборная монолитная? Не обошли стороной и финансовую сторону вопроса. Стоимость контракта на строительство детского сада составила 320 миллионов рублей, при начальной цене в 346 миллионов. Региону удалось не только оптимизировать затраты, но и привлечь федеральные средства. В текущем году на эту стройку из госбюджета выделено порядка 92 миллионов. Более 100 миллионов в этом году федеральный центр перечислил региону на строительство школы в том же районе. Школьный комплекс планируют сдать в 2019 году. Стоимость строительства составляет порядка 2 миллиардов. В последующие годы окружные власти также намерены привлекать федеральные средства для продолжения строительства двух объектов. По итогам осмотра микрорайона представитель президента остался доволен. Качественно проработанный и грамотный проект так охарактеризовал Николай Цуканов строящийся микрорайон. В ходе поездки представитель президента посетил также морской торговый порт. Глава региона Игорь Кошин рассказал полпреду о функциях предприятия и о необходимой модернизации мощности объекта. На эти цели регион также хочет привлечь средства федерального бюджета. О финансовых трудностях Неницкого округа и о федеральной поддержке речь шла на совещании. В начале встречи Николай Цуканов отметил, что с падением цены на нефть доходы бюджета НАО резко сократились. Глава региона Игорь Кошин, в свою очередь, отметил, что в прошлом году с территории НАО в бюджеты всех уровней было собрано налогов на сумму 67,5 миллиардов рублей. Из них 42 миллиарда поступили в федеральный бюджет. Сегодня региону-донору самому требуется федеральная поддержка. То, что сегодня округ находится в сложной финансовой ситуации из-за кратного снижения цен на углеводороды, но для дальнейшего развития нашей североевропейской кладовой России, безусловно, требуется федеральная поддержка. В подтверждение сказанного прозвучал доклад Татьяны Лагвиненко. Вице-губернатор рассказала о сложностях в исполнении бюджета прошлого года, текущих расходах и доходах и о перспективах наполнения окружной казны. Сегодня Неницкий округ уже имеет госдолг. Он обоснован дефицитом бюджета, который возник из-за выпадения доходов в виде прибыльной продукции от Харьягинского СРП. Таким образом, в нынешнем году из-за низких цен на нефть существуют риски недополучения более 4 миллиардов рублей. Кроме того, по словам главного финансиста региона, в 2016 году есть риски выпадения доходов по налогу на прибыль организации консолидированных групп налогоплательщиков. Таким образом, выпадение доходов ожидается на уровне 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Множество мероприятий по оптимизации расходов проведено своими силами, но без федеральной поддержки нам не справиться. Одним из направлений бюджетной политики Министерства финансов Российской Федерации является сбалансированное региональное развитие. В рамках которого мы обратились на финансовую поддержку в той необходимой группе. Не могу не повториться, что риск неполучения 32,2% доходов окружного бюджета вызывает крайнее беспокойство руководства региона, так как сокращение третьих расходов бюджета может привести к обострению социальной напряженности в округе. Сегодня руководство региона оптимизирует бюджет и продолжит планомерное снижение расходов и в последующие годы, отметила Татьяна Лагвиненко и рассказала Николаю Цуканову о примерных параметрах окружной казны на следующие три года. Так, на 2017 год дефицит предусмотрен в размере 10%, а расходы на уровне 12 миллиардов 400 миллионов рублей. На 2018 год 10 миллиардов 800 миллионов рублей. В 2019 году расходы останутся прежними, но уже без дефицита бюджета. В ходе совещания Николай Цуканов сказал, что готов содействовать региону в подготовке обращения в Министерство финансов Российской Федерации. Подготовьтесь со всеми цифрами, со всеми показателями по ходу исполнения за полугодия этого бюджета. Давайте будем обращаться, потому что, очевидно, выпадающие доходы и всего объективных причин, меньше всего в этом виноват округ. Поэтому готовы вместе с вами эти цифры отставить, коллега. Но еще раз повторю, что нужно будет качественно подготовиться. Кроме вопросов финансовых, на повестку дня вынесли и вопросы исполнения майских указов президента. По информации Татьяны Лагвиненко, из 40 целевых показателей, определенных указами, по итогам 2015 года достигнуты плановые значения по 29. Полпред Николай Цуканов, в свою очередь, напомнил, что исполнение указов президента приведут к качественной жизни населения. А это задача номер один для всех регионов страны.